из НР. Так больше не будет, ребят. Все, теперь будем жить по-новому. Схемы убираем. Стоп, 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 стоп. Ребята, приостановите Сергея Ивановича. Он что-то там совсем разошелся, как истребитель. Я понимаю, что народная поддержка и дерзость характера, но враги-то спать не собираются. Они вокруг свои ядовитые вьюны пускают. Так на металлургическом заводе в Комсомольске-на-Амуре, где неожиданно обнаружили сотни тонн радиоактивных отходов. В налоговой декларации Фургал указал, что доходы Ларисы Стародубовой за прошлый год 465 тысяч рублей. Но мы нашли и скрытые активы. Например, два внедорожника, жилое здание. Просто суперовое доказательство. Картинки из десятков пазлов. Но не про это ролик сегодняшний. Сергей Фургал – народный любимец и надежда России. Но почему? Давайте на примере свежего интервью. Выведем три главных правила работы. И пусть они станут для каждого из нас эталоном. Правило первое. Систему надо менять. Полностью меняется система. Понимаете? Система меняется. Народ требует перемен. Народ выбрал оппозиционного главу не для того, чтобы в телевизоре поменялось лицо, а для перемен в том месте, где этот телевизор стоит. Заметно, что Сергей Фургал действительно болеет за Хабаровский край. То есть это действительно народный губернатор. Фактически Фургал идет против самой системы. Потому что по этой системе не должно государство тратиться на людей. А он возвращается к идее ответственности государства перед людьми. Так, система, которая существует в Хабаровском крае, она себя изжила. И по этой системе, или в координатах этой системы, развиваться невозможно. Правило второе. Ничего и никогда не бойся. Конечно, такой травли информационной, как в Хабаровском крае и Хакасии, Россия еще вообще никогда не видела. Но это закаляет характер Фургала. Послушайте только, какую мысль он верную толкает. Если поднимается такой вой, если поднимается такой визг, если поднимаются такие проклятия, если на это дело начинают тратиться огромное количество материальных ресурсов, если начинается вот просто вот такой вот наезд, значит, наверное, я делаю что-то правильно. Так оно и есть. Именно поэтому мы и зацепились за Фургала. Если СМИ поливают грязью человека, то он достоин внимания. Значит, он сильный. Значит, он знает, куда идет. И готов идти туда до конца. Как бы сильно там эти СМИ не тявкали. Ишаев не просто политический тяжеловес. Еще с 90-х он фактически управлял всей кадровой политикой региона, расставляя своих людей на основные посты, независимо от того, кто в этот момент был губернатором. И, судя по нашим материалам, получал от этого чисто экономическую выгоду. Не стал исключением и администрация нового губернатора Сергея Фургала. То, что Фургал с ним договорился после избрания, и то, что команда формировалась во многом благодаря влиянию и ресурсу командному Виктору Ивановичу Ишаева, это факт. Как зацепили, сука, эти политтехнологи. Каждый гадан теперь и последний мудак. Называет себя «я политтехнолог». Да с какой х**а ты взял, что ты политтехнолог? Для вас надо построить завод и пожигать вас. Ни одного человека, ни одного Виктор Иванович мне не рекомендовал. Если кто знает меня, мне невозможно навязывать. Ох, как же им сложно признать, что Фургал разматывает эту цепочку и сажает один за другим чиновников. Ох, как же их от этого бомбить. В Хабаровском крае должен быть порядок во всем. Ребята, давайте прекратим заниматься ерундой. Давайте будем жить по закону. Да ладно бы это были просто голые слова. Но ведь на деле арестован бывший губернатор Хабаровского края, бывший первый зампред правительства, бывший федеральный инспектор. И многое-многое другое. И посадки ведь не прекращаются. Каждую неделю новые события. ФСБ у нас в правительстве Хабаровского края провело обыски в рамках уголовного дела о махинациях и хищении в особо крупных размерах. Там сумма достигает около 10 миллиардов в лесной отрасли. В эти минуты басманный суд Москвы решает вопрос об аресте бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева. Его задержали сегодня в столице по обвинению в мошенничестве. Правило третье. Любить народ и идти вместе с ним. Доверие людей. Если население, средства массовой информации, бизнес, не будут доверять, не будут верить, ничего не получится. О да, без доверия людей ничего и никогда не создавалось в нашей стране. СССР был велик именно потому, что люди верили ни телевизору, ни компьютерным играм, ни баннерам на дорогах, ни газетенкам дворовым. Люди верили идее и народной власти. Для нас особенно ценно это доверие, которое означает готовность поддержать нашу партию в ее борьбе за светлое будущее народу, в ее борьбе против войны, в ее борьбе за сохранение мира. И такая связь народного губернатора и жителей дает свои плоды и надежду. А значит и надежде для всей страны тоже быть. Кабаровскому краю, как центру интеллектуального, экономического, социального развития быть, он обречен на это. Храни вас Господь, Сергей Фургал. Какой же вы молодец. Вы наш герой. Резюмируя, мы выведем простой, элементарный секрет успеха Сергея Фургала. Простой, как капля росы, но настолько недостижимый ставленником тех, кого нельзя обзывать. Систему надо менять. Систему надо ломать. И делать это вместе с народом. И все. И все. И все. Спасибо, что досмотрели. У нас на канале происходит какая-то дикость. То кремлеботы, то скрутки, то дизлайки покупают. В общем, доросли. Пиздец. Более того, люди в комментарии стали писать, что у меня лайк пропал. Или я захожу на видео впервые, а у меня уже дизлайк. Или поставил лайк, обновляю, а там дизлайк стоит. Если вам не сложно, то напишите время, город, число просмотров и количество лайков и дизлайков. Это очень сильно поможет нашему каналу. Анымжохтор.